Ишемия конечностей. Это крайне тяжелая форма заболевания. Из-за низкого кровообращения конечностей человека в последующем приводят к ампутации рук и ног и постоянным мучениям пациентов. Врачи Татарстана бьют тревогу. Ишемия нижних конечностей неуклонно прогрессирует в республике. Процент больных неуклонно растет. К слову, болеющим диабетом следует быть особенно начеком. Состояние, возникающее вследствие критической закупорки сосудов, чаще всего такие пациенты, это пациенты больные с сахарным диабетом и атеросклерозом. В результате критического закрытия сосудов происходит значительное уменьшение кровотока, что в конечном итоге может привести к ампутации конечностей. К сожалению, проблема критической ишемии нижних конечностей, она достаточно актуальна для республики Татарстан и в принципе для России. Распространенность этого заболевания составляет порядка 50-100 человек на 100 тысяч населения. То есть если брать республику Татарстан, то таких пациентов составляет порядка 2,5-3 тысяч пациентов. В связи с неутешительной ситуацией развития болезни в университетской клинике Казань прошел мастер-класс по лечению столь критического недуга. Провел его один из ведущих хирургов России Сергей Терехин. Он рассказал казанским коллегам, как можно сохранить конечность человека даже тогда, когда это кажется уже невозможным. Например, путем улучшения периферического кровотока в конечности. Вот тогда мы должны ему визуализировать поражение и тут же возникает вопрос, а как его лечить? Выбрать только консервативный подход у этих пациентов, который включает в себя контроль факторов риска, физические тренировки, естественно, хайпа и фармакотерапии на 3-6 месяцев. Я отмечу здесь, что даже визуализация поражения у таких пациентов не требуется. Стоит отметить, что данная техника лечения ишемии нижних конечностей уже практикуется за рубежом. Но, тем не менее, доступно это далеко не каждому. Однако уже близок тот самый день, когда можно будет вылечить критическую ишемию в стенах университетской клиники Казань. Более того, это будет доступно каждому. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюс.